Скажем так, что, наверное, такой образ жизни, то он бы присутствовал у меня, в принципе, уже очень давно. Просто это разные города были. Для меня это самая комфортная позиция. Находиться наедине с самим собой. В этот момент мне всегда проще что-то рождать. Что касается загородной жизни, это только усилило это действие. И тут для меня очень важна эта тишина, природа, безусловно, и чувство немножко отдаленности от чего-то. И в этот момент ты, как мне кажется, получаешь, скажем так, транслируешь правильно свои мысли, не отвлекаясь на какие-то ежедневные дела или еще что-то. У меня не было такого дня, чтобы я решил, что я сегодня начну заниматься музыкой, потому что я, в принципе, этим вопросом никогда не задавался. Я с ранних лет занимался фортепианом, танцем. Ну, то есть музыка была всегда рядом. Так сложилось, что я очень мало вдохновляюсь от современного течения какой-то, моды. Потому что я все черпаю в основном из каких-то уже устоявшихся форм и стараюсь эти формы превратить в нечто новое. И если говорить о каких-то влияниях музыкальных, то, опять же, я всегда возвращаюсь десятки лет назад. Я слушаю ту музыку и от нее вдохновляюсь и нахожу в ней какие-то приемы, которые можно сейчас использовать по-новому, используя какие-то новые технологии, новые подходы. Я услышал Азамата, кто-то мне поставил Азамата, и мне настолько понравилась музыка, что я хотел познакомиться и поработать с ним. И нас познакомила подруга общая, говорит, так, ну все, давай, типа, вот я в сентябре буду в Питере проект делать, давай приезжай. С Искандеркой я работаю уже очень давно. Он также принимал участие в записи и первого опуса, и самой первой моей программы с струнным ансамблем, потому что он замечательный велончелист. И у нас с ним уже давно сложилось правильный коннект. Я не могу сказать, что у меня был какой-то переход от классических музыкальных инструментов к синтезаторам, просто это еще один инструмент, который добавляет очень много возможностей. Это именно в плане даже синтеза. Но вот есть у меня велончель, она звучит, у нее есть свой тембр. Я все время пытаюсь именно велончель использовать во взаимодействии с электроникой. Опять-таки, можно меняя с помощью обработок звук велончеля. И синтезатор — это такой тоже инструмент универсальный именно в плане написания музыки. То есть все подложки, все гармонии. Именно вот дело даже больше в гармониях и в том, что ты можешь с помощью какого-то найденного тобой уникального звука эти гармонии окрасить и их связать вместе с живым звуком велончели. И получается что-то прекрасное. Ну, скажем так, какую бы я ни сделал аранжировку, я в определенный момент приглашаю к себе на стулью. И, знаешь, у нас без слов все мы понимаем. В смысле того, что... Да даже, наверное, сказать так, что он меня очень хорошо понимает. И мы уже это же приводим в определенную форму, развиваем ее как-то. И у нас получается какой-то такой легкий тандем, что ли, для того, чтобы завершить какую-то аранжировку. Я вот когда приехал, когда Азамат написал какие-то вот уже треки, уже готовые, он мне поставил, и я прямо такой вау. Ну, опус это, скажем, раньше назывались... Ну, то есть сейчас это альбом называется, раньше, во времена, как сказать правильно, классической музыки, наверное, так, чтобы было понятно, они назывались опусом. Когда я писал первый опус, он был основан на академической форме. И родилась эта мысль, что просто назвать опус. В первом опусе и до этого то, что вот с ансамблей делали, там это был эксперимент как бы с новым звучанием классики, как она может звучать, то есть ее с логичным продолжением. Там в проекте с ансамблем это, безусловно, как бы живые инструменты. Если брать первый опус, это оперный вокал, ри, ну, очень много там было фротопианных, органных партий. Потом первый опус еще дополнился струнными. Это все было такое некое, как мне кажется, переросмысление классики. Но у Азамата очень мощная база у него, как у электронного музыканта. И вот когда я помню свою мысль, когда я пришел, типа это вот прямо вот возврат, как бы к естеству, к нутру, но при этом это все на абсолютно другом уровне. У меня очень разноплановый подход к написанию музыки, как и сэмплирование, так и живая аренжировка, то есть из разных источков инструментов, и акустических, и электронных, неважно. Подход у меня очень широкий, потому что я имею достаточно большой опыт в этом. В смысле у меня были разные этапы создания музыки. То есть я начинал, когда это было исключительное сэмплирование, используя не свои сэмплы. Потом в следующий период я уже сам начал создавать эти сэмплы и тоже их сэмплировать по-новому, как-то их обрабатывать. Следующий был этап, это я когда начал использовать очень много аналогового звука, то есть используя инструменты, синтезаторы и все разные драм-машины, то что черпаю с разных источников. Обычно мы ведем работу дистанционно, то есть люди присылают нам треки, и мы спокойно в тени своих ветристых студий сидим и все собираем. А это чуть-чуть быстрее. А Азамат настаивал на том, чтобы мы очно встречались и все делали. Немножко такой old school way. Ну, в общем, меня это не расстраивает. Просто из-за этого все чуть-чуть растянулось, потому что мы для каждой итерации правок встречались. Он никогда не присылал там список, потому что обычно люди присылают хронометраж, там 3.30, потише голос, 4.25, погромче бас и так далее. А я все правлю, отправляю версию в Телеграм, человек комментирует, и таким образом мы очень быстро все это делаем. А Азамат на каждую стадию правок приезжал, мы открывали трек, обсуждали, думали, слушали. Ну, это тоже разминка для мозга. Говорить конкретно о втором опыте, это на самом деле получилось достаточно случайно. То есть я не планировал писать его, начать писать настолько быстро. Это получилось очень внезапно. Просто во время импровизации я начал использовать какие-то новые приемы в музыке, какие-то ходы. Подключил микрофон и просто начал издавать, скажем, мелодии голосом. И я начал понимать, что что-то меня цепляет здесь. И самое главное, что я не отталкивался ни от чего, а здесь ведь шло просто какое-то самовыражение, что-то эмоциональный какой-то, посыл был исключительный. Самое главное, что это давалось легко. Вот это самое главное. И это меня очень начало вдохновлять, просто на дальнейшем процессе. Красочный альбом. Музыка специфическая, и у каждой композиции есть свой особый характер, колорит. Она погружает в состояние. Я чувствую, где в ней ирония, где она серьезная. В общем, там много юмора в этой музыке, если внимательно посмотреть. Продолжение следует... Однажды он мне звонит, говорит, я хочу, чтобы ты мне там помог гитару прописать. Можешь ко мне приехать загород? Я говорю, с удовольствием, конечно, могу приехать. И вот я приехал. Что-то у нас вначале не получалось. Я психовать начал, он тоже что-то. На следующий день у нас как-то завязалось, случилось, и мы записали все, что он хотел. Поэтому он ко мне приезжал, делал правки. Он очень педантичный человек, педантичный музыкант, поэтому я люблю спираться, делал все. Можно, если даже грязно, можно подправить, подрезать, свистить, что-то там. На ходу исправить, но за мат, если вот где-то чуть-чуть не так, нет, так не работает. Но это не работает, но это не то. В этом он меня немножко, конечно, злит меня иногда. Но какой человек, он педантичный музыкант, но это нормально. Потом он ко мне приезжал, меня скоро все справляли, потом он мне прессовал, снова исправили, наш вес снова исправил, но в итоге все получилось. Никаких проблем. Только смущает, что один из участников красится. Попал я на его концерт в Питере. Планетарий, кажется, называется. У них такие же газгольдеры большие, как у нас. И там был просто фантастический концерт, потому что там был огромный зал. По всему огромному залу была красивейшая видеопроекция. Много места, мешки полежать, посидеть, как хочешь. И это было настолько сильное впечатление. Я очень проникся. Мне очень понравилось. И мы познакомились на этой же вечеринке. А потом случилось так, что Ливан, мой товарищ по группе Скриптонит, жил с ним в соседних апартаментах. И говорит, вот Азамат, говорит, ищет звукорежиссера. У него концерт через две недели. Говорит, и как у тебя там? Мы созвонились, порепетировали пару раз и отработали первый концерт СДХ. Азамату очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. И всем ребятам очень понравилось. Классно получилось. И вот с тех пор мы сотрудничали на концертах. На этом концерте я, во-первых, записываю многоканальную запись. Во-вторых, ну основное, конечно, я слежу за балансом. Ну то есть я выполняю роль автоматизации, скажем так. И при людях, да, и там эмоционально. Иногда бывает надо погромче сделать, иногда бывает надо потише сделать. То есть не такие именно живые какие-то уже нюансы. То есть вот я именно занимаюсь балансированием в первую очередь, да, и хорошим звучанием, чтобы это было как-то приятно людям. С теми музыкантами, с кем я работаю, для меня очень важно, даже не профессионализм, не статус вообще, это не имеет никакого значения, а больше контакт и понимание того языка, на котором я им стараюсь объяснить, донести свою мысль. И самое очень важное, чтобы эти музыканты оставались самим собой, вместе со мной, но были части моей истории. Когда заканчивал писать второй выпуск, у меня были мысли его назвать иначе, потому что, откровенно сказать, я не знаю, как это получилось, но очень мало взаимосвязей с первым выпуском. Конечно же, меня там слышно, какие-то эмоциональные ходы, какие-то мелодические ходы, гармонии, безусловно, я от себя не смогу уйти. Ну, если рассматривать ее как концептуальная работа, то она очень сильно отличается от первого опуса. Во втором опусе много композиций с вокалом, именно с текстом, где есть определенная лирика. Но я расскажу, на самом деле, как это все создавалось. Когда я сочинял одну из этих композиций, где я использовал голос, я беру микрофон, то есть сам процесс, и на таком непонятном языке что-то пою, создаю определенную какую-то музыкальную форму вокала. Дальше у меня идет следующий этап. У меня есть какие-то переживания, я просто сконцентрируюсь на тех переживаниях, которые я хочу донести в этой композиции. У меня есть замечательный друг Александр Кропининский, который очень здорово владеет английским языком. И самое интересное, что он так литературно. И тоже немаловажно, он меня знает как человека. И когда мы с ним садимся за сочинение текста, самой лирики, композиции, у нас очень быстро получается коннект, он улавливает мои мысли, какие-то эмоции, и создает, пишет все текста. То есть все текста написаны под вокал, это написал Александр Кропининский в этом альбоме. Потому что я ему полностью доверяю. И ту лирику, которую он несет, на мой взгляд, она очень сильно и отражает, в принципе, те эмоции, которые я хотел бы выразить в данной композиции. Мне кажется, здесь это больше музыка, которую ты можешь почувствовать, которую ты можешь проанализировать, разобрать на кусочки. Ты ее чувствуешь, она у тебя откликается и уносит просто твои мысли во что-то свое. Наша креативная команда в лице Валерии Поповой, Арсения Светлова и Завры Тедеева разработала концепцию триптиха, которая раскрывает идею альбома с визуальной точки зрения. Это тишина, страхи и возрождение. Это таковые этапы создавания альбома. И, как я считаю, это, скажем, подходящие эмоциональные такие векторы, которые определяют целостность альбома. Это будет выглядеть в виде видеороликов, которые будут созданы из 3D-модели, 3D-графики, где будут проигрываться некоторые части из композиции с альбома Кус-2. Я переживаю, чтобы люди услышали все, то, что я хотел изложить, и что мне хватило времени, сил, опыта это донести. И сделали ли я это на 100%? И схалтурил ли это? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok